Вернулся в городе Белыхница, с 4-х лет живу в Слободском, в Первомайском микрорайоне. Закончил 10-ю школу, потом поступил, закончил наш, тогда еще, ПЕД-колледж. Образование там было у меня социальной педагогикой, организатор физкультурно-звездной работы. После этого в сельхоз поступил, там закончил экономический факультет. Как закончил экономический факультет, устроил с ним налоговым. Там работал в отделе выездных проверок, то есть проверки выездные проводил, там работал почти 5 лет. После этого ушел в департамент госзакупок, а в 2010-м же году перевелся в контрольную счетную палату. Депработал последние 5 лет. 1 февраля Павел Вайкутис назначен на должность начальника финансового управления в Слободском. Что это? Очередная ступень в карьере для того, чтобы идти дальше, или все же желание остаться здесь надолго? Род деятельности сменил, потому что от проверок уже устал. Захотелось попробовать себя в другой стезе, то есть самому поучаствовать в процессе принятия решений, в частности, расходования денег, как это все правильно. Это, можно сказать, и маленький карьерный рост, и в последнее время я все равно жил в Слободском. И думаю, надолго остаться здесь. После окончания ПИД-колледжа понял, что работа с детьми – это не его, а с цифрами дружил еще со школы. Так состоялся выбор экономического факультета вуза и дальнейшей судьбы. Павел Вайкутис говорит, что коллектив финансового управления в Слободском принял его доброжелательно, с готовностью помогать в выполнении первоочередных задач. Нужно сделать открытость бюджета, чтобы народ знал, куда денежные средства тратятся, советоваться с народом почаще, куда первоочередные можно денежки тратить. И, соответственно, если будет открытость бюджета, то есть и сборы в бюджет будут поступать лучше. То есть предприниматели уже будут знать, уже они будут уклоняться от этого. Вот это первоочередное. В жизни многие считают его человеком мягким, но Павел Вайкутис заверил, что на работе он вполне может проявить твердость. Очень много приходит и просит руководителя учреждения, дайте нам денежек, дайте нам денежек. Или производятся какие-то управленческие решения, достаточно такие жесткие. Здесь нужно принципиально все обладать, до конца оставить свою позицию, чтобы идти на поводу. Потому что денежек у нас, денег не совсем много, бюджет исполнивается тяжело. Я каждый год смотрел, когда работал в контрольной счетной палате, отслеживав бюджет города Слободского, все равно это было интересно. И мне казалось, что по сравнению с другими муниципальными районами мы живем очень хорошо. Но сейчас я пришел здесь, посмотрел, я просто сейчас не представляю, как другие районы муниципальные живут, если у нас здесь достаточно тяжело. Основным своим жизненным принципом считает необходимость отвечать за свои слова. Если ты пообещал, ты это должен сделать. Если ты не можешь это сделать, то тогда не стоит обещать. Это в принципе и к работе относится, и к летчей жизни. Бюджет нынешнего года, если не брать в расчет областные субсидии, превышает бюджет 2015 года на 50 миллионов рублей. По оценке начальника финансового управления, это небольшая сумма, но все же позволяет экономике города делать маленький шаг вперед. Скорее всего, незаметный для невооруженного взгляда населения. Мы двигаемся вперед, мы просто шаги, может быть, маленькие, незаметные для всех, но для нас они видны. По крайней мере, мы стараемся индексировать зарплату. Один из самых распространенных вопросов, на которые Павлу Олеговичу приходится отвечать в своей жизни, касается редкой для нашего края фамилии. Часто вопрос задают мне, откуда такая фамилия. Фамилия мне досталась от дедушки. Дед родом из Литвы, потом они переехали, после войны он в Питере жил, потом они переехали сюда. Вот только фамилия от деда осталась. Так что мне можно сказать, 25% крови литовской, остальное все русский, и менталитет тоже русский. Это очень много.